Перенести пользу стране, объединиться, сохранить порядок и традиции – это стало лейтмотивом казачества в России. Стратегия развития этого направления рассчитана до 2030 года. Её придерживаются и в Ульяновской области. Структура казачьей общины многогранна, общественная организация, образовательный кадетский кластер. Молодёжь воспитывают в духе патриотизма. Одна из площадок, где проходит занятие – спортивно-культурный центр «Братина». С которыми мы стараемся максимально активно проводить занятия, тренировки, не только связанные с патриотическим воспитанием, сбор-разбор автомата или какие-то спортивные моменты. Нет, ни в коем случае. Это ещё и глубокое осознание истории, культуры, самосознание, самоопределение, любви к малой родине. То есть это целый комплекс, который мы объединяем в это понятие патриотического воспитания. Итоги работы за 2022 год подвели на профильном совещании. Здесь же озвучили новые задачи на 2023. Необходимо укрепить систему непрерывного казачьего образования. А для этого нужны специалисты, историки, этнографы. Речь идёт о том, чтобы подготовить профессиональные кадры, хорошо разбирающиеся и в экономике, и в вопросах права, и в вопросах социальной работы. Ещё одна не менее важная задача – поддержать семьи мобилизованных. От Ульяновской области на линию фронта отправлено около ста казаков. Отряд «Ермак» сформирован ещё в мае. Тренировки тех, кто потенциально годен к призыву, и добровольцев продолжаются и сейчас. С начала военной операции у нас проходят периодические полевые сборы. Часть ребят проходит военную, медицинскую и тактическую подготовки. Те, кто остались на родной земле, регулярно отправляют товарищам гуманитарную помощь. Помимо необходимых вещей и медикаментов, из музея «Меликейский гарнизон» в зону СВО направили бронированную разведывательную дозорную машину. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ